Дедушка Мороз, пожалуйста, посмотри это видео, то это был бы мой идеальный новогодний подарок. Пожалуйста! Я была очень хорошей девочкой на протяжении всего года. Между ними вот эта страсть. Всем привет! Моя подготовка к праздникам набирает все больше и больше обороты. И сегодня я хотела бы показать свои первые покупки для моих родных и близких. В основном для девушек, потому что они знают, что я интересуюсь косметикой. И всегда ждут от меня именно бьюти подарков. Но я также купила кое-что для себя, потому что многие бренды и компании готовят интересные предложения. И можно себя чем-то побаловать, можно купить что-то на пробу более выгодно. Или купить один какой-то бокс, разделить его с подружкой. Помимо этого я расскажу о нескольких ароматах, которые появились в моей коллекции. И мы с вами еще и откроем адвент календарь. Ну что, поехали! Первый набор, который мы с вами рассмотрим, будет от марки Веледа. Уже сама по себе упаковка выглядит достойно, так презентабельно. И я вам скажу честно, что мне настолько понравилось наполнение, что этот я решила оставить себе, а подруге докупила второй. Я как-то в одном из видео рассказывала, что я просто без ума от такого зеленого крема из линейки Skin Food от этого бренда. Открываем. Здесь даже есть такой бант. Мы здесь видим 4 средства. А слева на крышке бокса можно почитать об активных ингредиентах, которыми славится линейка Skin Food. Мое внимание сразу привлекает классический крем Skin Food, в который я просто влюблена этой осенью и зимой. Он обладает настолько фантастическими регенерирующими функциями. Он защищает нашу кожу, он напитывает ее. И вот если ваше лицо обветрилось, вы попали на мороз, если вы плохо реагируете на смену температуры, допустим, за окном там минус 20, а в комнате плюс 20, да, это не всегда хорошо сказывается на состоянии нашей кожи. Вот попробуйте использовать его хотя бы на ночь. Кстати, многие из вас писали, что вам также подошел и понравился вот этот классический крем. Его здесь 30 мл, баттера 150 мл. И меня порадовало то, что здесь есть новая облегченная версия, опять же, крема Skin Food. И я буду использовать его или днем, или когда, например, наступит весна. А если у вас жирная и комбинированная кожа, то я думаю, что вот этот в крайнем случае вы будете использовать для рук, или после каких-то пилингов, после очищающих масок. А вот этот подойдет даже для дневного использования. Никогда ничего не слышала о бальзаме для губ из той же линейки, но обязательно с ним познакомлюсь. И стоит ли говорить о том, что у марки Веледа всегда очень натуральные, очень правильные, очень полезные, чистые составы. Я думаю, что вы и без меня это знаете. И мне кажется, что вот этот набор косметики больше всего актуален именно в холодное время года, потому что многие страдают сухостью кожи, не знают, как с этим справиться. И я была бы очень рада найти такой подарок у себя под елочкой. Я заказывала этот набор на Look Fantastic. Это огромнейший интернет-магазин. И у них там было несколько наборов именно от Веледы, тоже с продукцией Skin Food. И пока я думала, как раз была черная пятница, вот эти все распродажи, многое быстро разбирали. Я оставлю вам все ссылки внизу. У них там есть очень удобный отдельный раздел с подборкой подарков для нее и для него. Обязательно загляните, я уверена, что вы что-то для себя найдете. Скажу нескромно, что это был бы мой идеальный новогодний подарок, который я заказала сама себе. Я не знаю, почему никто не додумался подарить мне вот такое компактное светодиодное зеркало и зарядку USB 2 в 1. Это же гениально. Я никогда не пользуюсь пудрой в течение дня, поэтому редко ношу с собой именно пудреницу. Но иногда хочется подкрасить губы или там, не знаю, что-то попадет в глаз. Или просто хочется посмотреть, я похожа еще на человека или уже все очень-очень плохо. И при этом бывают часто ситуации, когда не мешало бы подзарядить телефон. А это, друзья мои, 2 в 1. Кстати, по весу не как кирпич, можно будет спокойно носить с собой. Единственное, что меня немножко расстроило, то что кабель не подходит к айфону. У меня есть один свободный, но как бы на заметочку вам. А так, посмотрите, здесь двойное зеркало, причем качественное. Одно увеличивающее, господи, лучше в конце дня на себя так близко не смотреть. А второе классическое, выглядит очень достойно, мне нравится лаконичный дизайн и такой белый перламутр. Я думаю, что многим девушкам и женщинам понравится. В этом году я попробовала так много всего удачного от марки Pixi, именно из их уходовой линейки. Я просто фанатею от их тоников. К Новому году они выпустили еще и сет таких трех тоников. Если вы хотели бы с ними познакомиться, если вам нужно что-то для дорожной косметички, это очень удачный вариант. Но для своей еще одной подруги я взяла вот такие миниатюры. Здесь пилинг, он у меня есть в полном размере, я пока что с ним не знакома. Но здесь вот гликолевый тоник, который очень многим нравится и подходит. И бальзам для восстановления кожи. Это такой интенсивный улажняющий бустер для кожи с розой. То есть у вас есть сразу все для такой небольшой домашней спа-процедуры. Несколько слов о новом аромате от марки Lancome под названием Idol. Кто-то без ума от него, кто-то говорит, что он абсолютно посредственный и название вообще не соответствует тому, что мы получаем в итоге на коже. Я скажу так, что мне очень нравится флакончик. Он современный, он как мне кажется будет привлекать именно молодую аудиторию. Потому что глядя на него, с чем у вас возникают первые ассоциации. Конечно же все современные гаджеты, без которых мы не можем жить. Дальше. Если вы послушаете этот аромат, то большинство из вас просто скажет, что он приятный. Марка Lancome, как мне кажется, это мое восприятие. Я хотела создать аромат для всех, который будет вызывать приятные ассоциации у вас, у пользователя и также у окружающих вас людей. То есть он не должен там, не знаю, отдавать сеном, он не должен раскрываться на вашем теле как-то по-особенному, когда там будет затмение луны или какая-то специальная обстановка, атмосфера, температура воздуха, влажность. Это должен быть хороший повседневный аромат, по моим ощущениям, именно для молодой девушки. Если вы попросите у кого-то из молодого поколения разложить аромат на нижние, там средние, верхние ноты, разобрать его по полочкам, скорее всего, толкового, внятного ответа, в большинстве случаев вы просто-напросто не дождетесь. Им нужен аромат, который пахнет приятно, современный, модный, чтобы это не была удушающая воня, чтобы это не была старая роза, чтобы это не было что-то специфическое, чтобы был очень классный, привлекающий и взгляд, и руку, и вообще желание пользоваться. Это флакончик. Я могу сказать, что мне не очень удобно, что он должен находиться постоянно в таком горизонтальном положении, вертикальном, мне страшно его хранить, но молодежь очень часто носит что-то с собой, и, кстати, такой флакон не занимает много места. Дальше, название идол. Я спрошу у вас, у меня довольно взрослая аудитория, есть ли у вас ваши идолы? Вот кто-то, от кого вы действительно фанатеете, это в основном присуще именно подростковому возрасту, таким молоденьким, молодым людям и девушкам. Скорее всего, в наших жизнях есть просто люди, которые нас восхищают, вдохновляют, окрыляют, мотивируют, просто нравятся из-за своей какой-то жизненной позиции, которые восхищают нас своими талантами. Что-то более глубокое, что-то более сложное нас притягивает, мы видим эту харизму, мы уже можем истолковать, чем нам конкретно нравится этот человек. Не просто своим внешним видом, вот какой-то оболочкой, какой-то аурой, не какой-то мыльный пузырь, а что-то вот такое, что конкретно цепляет. Когда вот это такой фанатизм прямо до дрожи, это нечто иное. И вот заметьте, что современные идолы, там Кардашиан и другие селебрити, они тоже в основном проще. Мне хочется верить в какую-то аналогию именно в этом плане. Так что для меня это просто вот такой немного сладкий фруктово-цветочный аромат для повседневного использования. Он не умопоморщительно стойкий и шлейфовый, как абсолютно все из линейки L'Avée Belle или Tresor от тех же Lancome. Бренд хотел создать нечто иное для другого клиента. Бренд, как мне кажется, омолаживается и старается привлечь более молодую, новую целевую аудиторию. В этом нет ничего плохого. Если вам нравятся более легкие ароматы, более такие нежные, вам он однозначно понравится. Если вы любите такие ядреные, более сложные композиции, то я думаю, что стоит поискать что-то другое у того же бренда Lancome. Маленький да удаленький набор от марки Emma Hardy. Опять же, для моей любимой подруги, здесь очищающий бальзам на основе натуральных масел. И также в наборе идет небольшое полотенце с двумя поверхностями. Как правильно пользоваться этим бальзамом? Он у меня также есть. Я использовала больше половины. И чем дольше я им пользуюсь, тем больше он мне нравится. Мне даже как-то немножко печально, что он подходит к концу. Мы наносим небольшое количество бальзама на сухое лицо, накрашенное, не накрашенное. Тут уже зависит от конкретной ситуации. Можно и так, и так, потому что он замечательно. Убирает косметику. Все хорошо растворяет. Массируем это дело. И мочим наше полотенце в теплой воде. Хорошо отжимаем. И сначала более мягкой поверхностью проходимся по лицу. Смываем косметику. И потом споласкиваем это полотенце. И второй стороной еще раз протираем лицо. Таким образом мы полируем его. Но только не нужно тереть. Просто благодаря двум разным поверхностям это все происходит довольно бережно и нежно. Но таким образом мы получаем действительно очень глубокое, хорошее очищение. И вот такой, казалось бы, небольшой баночки хватит не просто для того, чтобы попробовать там нравится-не нравится, а для того, чтобы активно попользоваться и распробовать продукт. Уж очень сильно мне хотелось познакомиться с формулой теней от марки Lime Crime. И я заказала себе палетку, опять же, на Look Fantastic, которая называется Venus XS. Это такая розовая палетка, более холодная. И она сначала показалась мне настолько нежной, я думаю, а можно ли будет выполнить ей что-то более интенсивное. Ответ абсолютно точный. Да, она годится и для таких прозрачных, буквально акварельных повседневных макияжей, когда вот чуть-чуть что-то там подчеркнули, расставили нужные акценты и все. Или же, если вы хотите такой розово-бордовый макияж, слегка с таким голубым интригующим акцентом, у вас это также получится. Смотрите, вот этот безобидный, казалось бы, цвет, который хорошо подойдет и в складку века, и в качестве основного. Здесь он смотрится таким пыльно-розовым, немножко отдает бежевым, но на веке он очень даже яркий, особенно, когда начинаешь наслаивать цвет. Потом вот этот нежно-розовый, очень красиво смотрится и на нижнем веке, и в уголке глаза. Если вы светленькая девушка, то можете наносить на все века в качестве основного цвета. Он, кстати, сатиновый, так же, как и вот этот темный. Самый первый был матовым. И четвертый оттенок, дуахром. Он здесь сначала кажется розовым, но на самом деле он как бы не имеет цвета сам по себе. То есть вот его красивее всего наносить уже на готовый макияж, как я сделала сегодня, в качестве акцента. И он переливается голубым. И вот такая текстура теней очень часто бывает именно у современных формул теней. Абсолютно такой же дуахром есть в палетке Анастасии Беверли-Хиллз Скарли Байбл. Также я пробовала у Наташи Диноны в такой большой палетке Лила. Ой, мне очень понравилось ее качество. Но об этом в следующий раз. Если уж совсем по-честному, то палетку от Анастасии Беверли-Хиллз отчасти я покупала именно ради этого цвета. А оказалось, что проще и дешевле было бы взять Лайм Крайм. И второй раз я бы, наверное, не купила вот эту палетку от Анастасии. Если вы хотите разнообразить свои повседневные такие серо-коричневые цвета, бронзовые, и хотите чего-то более такого современного, интересного, яркого, то советую. И вообще вот этот дуахром это нечто. И он смотрится так красиво, он не тускнеет. Я его наносила пальцем на тени, даже без базы. И у меня все держится замечательно. По-моему, теперь я хочу большую палетку Лайм Крайм. По моему новогоднему ролику с образами вы могли понять, что мне хочется блесток, пайеток, более яркого макияжа. Вопрос в том, успею ли я. Но у меня всегда есть вариант нанести два базовых цвета. Светло-коричневый, темно-коричневый. И добавить какие-то блестки, которые не требуют влажного нанесения. Какой-то специальной базы. И так многие говорили о вот этом жидком глиттере от марки Стила. Что я решила, наверное, пришло время разбавить мою такую скучноватую нюдовую коллекцию. И добавить какой-то перчинки. Чего-то такого более нарядного. И, конечно же, я выбрала один из самых популярных оттенков. Я хотела темный, но он постоянно out of stock. Я не могу его поймать, пока я там перебираю. Думаю, что бы еще забросить в корзину. Бац, его нет. Но я успела отхватить оттенок Kitten Karma. И я должна сказать, что это действительно что-то невероятное. Это настолько красиво, при этом не вульгарно, не пошло. Вот знаете, бывает так, что наносишь что-то сияющее, блестящее. И так сразу это как-то дешевит образ. В этом случае ничего подобного не будет. И эти блестки совершенно не осыпаются. Им по барабану какие тени под ними. И даже если вы не умеете тушевать матовые оттенки, вы как-то там более-менее распределяете их по веку, добавляете блестки, и у вас уже нарядный макияж. Это всегда беспроигрышный вариант. Оттенок Kitten Karma очень удачный, потому что он и не холодный, и не теплый. И здесь такая идеальная смесь и серебристых, и золотистых блесток. Они не слишком плотно ложатся. Они не скукоживают века. Они делают его более старым, таким некрасивым на вид. Они не стягивают веки, чего я также немного боялась. И честно говоря, если бы в том ролике, который я уже опубликовала, я не использовала такие слегка бордово-баклажановые оттенки, я бы использовала вот этот. Но я не хотела какого-то сильного контраста и искала что-то с небольшой розовинкой. Поэтому взяла блестки Pixi, а вот эти стила это такое свечение, такое сияние. Здесь как бы такая бежевая основа, но не слишком светлая. То есть она не будет выбеливать вам века, ваш макияж. И также не будет смотреться, знаете, как такое некрасивое желтое дешманское золото. Не переношу. Часто они есть в палетках Анастасии и даже в палетку Скарли Байбл они умудрились его запихнуть. Вот такое, знаете, даже желто-зеленое немного золото. Возможно, на более глубоких оттенках кожи это смотрится красиво. На мне не пришейка, а были хвост. Вот честное слово. И что касается вот этого глиттера от Силы, то я не знаю, Дедушка Мороз, пожалуйста, посмотри это видео. И пришли мне в подарок набор миниатюр с темным цветом. Пожалуйста. Я была очень хорошей девочкой на протяжении всего года. А если Дед Мороз меня не услышит, то придется мне самой докупить еще несколько цветов вот этих жидких блесток. Потому что это такая, знаете, украшалочка вашего макияжа. Вот такой финальный какой-то волшебный штрих, который меняет все. И вы просто становитесь королевой вечера, которая привлекает взгляды, которая получает комплименты. И все думают, что вы великий мастер макияжа, а вы просто купили себе жидкие блестки. Помимо того, что я сама себе поназаказывала, Look Fantastic стали моим личным Дедом Морозом. И подарили мне несколько очень красивых подарочных наборов. В одном из них было настолько шикарное, дорогое наполнение. И сегодня на мне оттуда помада Барбари в оттенке 17. Приятнейшая вельветовая помада, которая ложится как суфле, застывает и не вызывает ощущения дискомфорта на губах. И даже на тех губах, на которых уже есть какие-то складочки, она также будет смотреться шикарно. Я очень довольна, спасибо большое. И вот мне повезло быть в списке пиар-рассылок Look Fantastic. Благодаря им я познакомилась не только с их замечательными коробочками, которые выходят ежемесячно, но также с какими-то лимитированными коллекциями. И у них очень часто бывают миниатюры средств, которые мне нравятся, но я не могу скупать все. А тут я больше пробую, больше узнаю. И вот так я, например, познакомилась с брендом Polo's Choice. Мне очень-очень понравилось. И я сама за свои деньги отправилась на Look Fantastic. Оформила там заказ и купила полноразмерное. Обязательно увидите в фаворитах, в каких-то находках. Это то, что меняет состояние кожи. И об этом в следующий раз. Значит, смотрите. В декабре у них вышла коробочка. Вообще можно оформить подписку на коробочный сервис. И каждый месяц вам будет приходить вот такая коробочка косметики. Не просто с миниатюрами. Здесь часто попадаются какие-то полноразмерные версии. И так как эта коробочка вышла к Новому году, здесь у нас целый набор для ухода и для создания вечернего образа. Давайте посмотрим. И то, что мне очень-очень нравится в каждом бьюти-боксе Look Fantastic, это англоязычный британский журнал Elle. То есть это не что-то специальное, созданное для Look Fantastic. Это реально то, что можно купить в магазине. А мы получаем это и можем подтянуть свой английский, узнать что-то новое, просто вдохновиться, почитать о трендах, присмотреть что-то для себя. И я не знаю, как вы, а я часто наслаждаюсь глазами. Мне не так нужна информация, что-то тут вычитать, а просто для вдохновения посмотреть, как стилисты сочетают какие-то вещи, посмотреть, что нового появилось. Ну, короче, это всегда очень приятно. И, например, в этом месяце в коробочке можно найти палетку с натуральными оттенками от марки Slip, при помощи которой вы сделаете и повседневный, и вечерний нарядный макияж. Сразу прилагаются очень красивые ресницы от марки Eyelure. Они идут с клеем, то есть вам не нужно заморачиваться. Мало того, они настолько грамотно все продумали, что, смотрите, здесь даже есть подводка от марки Aiko. Это британский бренд. Я слышала много хороших отзывов, но, честно говоря, как-то сама еще не добралась. Хотя в боксах мне часто попадаются то туши, то тоже подводка была. Но я подводками не очень часто пользуюсь, наверное, поэтому я хочу допользовать одну, а потом уже вторую. Здесь также праймер для волос. Если вы собираетесь сделать какую-то укладку от марки Bumble & Bumble, тоже люксовый бренд, я все хочу купить их спрей с солью. Но пока что мне не суждено попробовать какую-то продукцию для волос. И я так подумала, девчонки, что давайте содержимое вот этой коробочки я разыграю среди вас. И еще кое-что добавлю. Здесь также есть трехминутный пилинг, но мне кажется, что он просто наносится как маска и смывается. Могу ошибаться, я его не вскрывала. Написано, что он придает коже сияние, выравнивает текстуру всего за 3 минуты. И это бренд Real Chemistry. И это еще не все. Здесь у нас также находится платиновый крем, который подтягивает, который хорошо увлажняет от марки Pry. У меня что-то было от этого бренда, точно не помню. Но надеюсь, что вам этот крем уж от пригодится. Вот такая версия, 10 мл, хватит не на один раз. Помните, что больше не значит лучше. Намазываем только столько, сколько нужно. А вот этот набор, это чисто, знаете, такая покупка под влиянием YouTube. Я смотрела англоязычных блогеров, и все они очень часто показывали вот этот бальзам для демакияжа. Называется он Green Clean. И потом Лена из канала Lensky Beauty тоже начала говорить, что это лучшее средство для демакияжа, что это лучший бальзам, что они забивают поры, что они оставляют жирные пленки, что он там не оставляет пелену на глаза. Я увидела, что помимо вот этого хитового средства, есть еще и два хита продажи на основе меда. И вы знаете, вот когда за окном зима, холода, то мед это вообще очень хорошая тема, потому что он и восстанавливает кожу, и замечательно питает, смягчает. И я подумала, хм, тут у нас и полноразмерное средство, и две такие внушительные миниатюры. Давайте откроем. Я вот так подумала, что я бы с удовольствием работала с Негурочкой, выбирала подарки для всех и каждого. Возьмите меня кто-то на такую работу. Миниатюры выглядят волшебно. Мне кажется, что это просто уменьшенная версия крема и маски на основе меда. Я хочу открыть и понюхать, как это пахнет. Это легкий, увлажняющий крем, но написано, что он только по консистенции такой, но по действию он мощнейший. Вау! Вроде как тоже хорошие составы. Пахнет чем-то натуральным, но не медом. Есть какие-то гранулы внутри. Хм. Вау! И при нанесении они растворяются. Ничего себе! Если бы вы только знали, сколько порой стоит сделать вот такую миниатюру. Ого! Маска очень густая. Угу. Вообще. Сейчас как ляпнет. Пахнет прополисом. Сегодня буду делать кислотный пилинг, и после него сделаю сразу масочку. Ну а теперь давайте вместе откроем адвент-календарь от бренда Lumine. Он у меня также был в прошлом году. Наполнение было шикарным. Не терпится посмотреть, что же они запаковали сюда в этом году. Меня очень порадовало то, что я нашла внутри. Если вы хотели и думали, стоит или нет, я однозначно рекомендую, если они все еще где-то доступны. И мне нравится то, что, например, кремы не в каких-то мизерных упаковках, это одна треть полноразмерного продукта. Здесь вы найдете полноценный уход за лицом и также телом, потому что есть и масло для тела, и крем для рук, сыворотки, маски, всевозможные очищающие средства. Также декоративная косметика. Это и тушь, и блеск. Также для тонирования лица знаменитые капельки. Конечно же, CC-крем. Я очень сильно люблю вот этот тонирующий крем для лица. Пользовалась им и весной, и летом, и вам рекомендовала. Очень живо, так свежо, по-настоящему смотрится на лице. Вот эту линейку люблю. Вот этот крем недавно под глаза вам советовала. Ну, из вот этой линейки, да. Также для губ у нас есть бальзам. Ухаживающий бальзам 1. Легкий цветной бальзам в виде помады и классический. И также блеск для губ. Я подозреваю, что он будет полупрозрачным на губах, что делает его более универсальным. И, конечно же, жидкий хайлайтер. Часть того, что вы сейчас видите на экране, я также положу в коробочку победителю. Два аромата, которых у меня никогда не было. Я купила их в свою зимнюю коллекцию. Хотя вот этот, наверное, не только зимний. О нем сейчас более подробно. Об аромате Paco Rabanne я уже рассказывала. Это Olympia, у меня версия Intense. Он довольно сладкий. Я не могу сказать, что он прям какой-то такой необычный. Просто для меня это хорошая, такая приятная, сладкая версия на каждый день. Не слишком ванильная. Для кого-то он может быть очень интенсивным. Это скорее из категории таких шлейфовых, ощутимых, сладких, уютных. Мне нравится, когда аромат меня согревает. Когда я ощущаю его на теплых свитерах, он замечательно держится на шерстяных шарфах. Томок звонит, простите. Не сейчас, подожди. Вот. И мне также нравится очень сладкая версия. У меня это Intense. А есть еще и последняя Legend. Она прям такая, знаете, ядреная. Но вот когда очень холодно, вот когда прям холод пронизывает тебя и хочется дополнительного тепла, чего-то сладкого, такого тягучего. Вот Legend, по моим ощущениям, самая такая мощная. Intense более вечерняя. Но я использую днем. И пока что никто не жаловался. Но это не то же самое, что La Vie Belle. Он не настолько заезженный. Он не узнаваемый, я бы сказала. Я ни от кого не слышала. Но это вот из категории Mugler Alien, Armani Seed. То есть это такой взрослый аромат. Это однозначно аромат из серии цветочно-восточных. Но не таких, которые нужно разжевывать, которые нужно разносить. Он хорошо подойдет очень многим женщинам. При условии, что вам нравятся слащавые ароматы, где вот ощущаются бобы тонка, где какие-то белые цветы. Есть также нотка фруктов, возможно слива, какой-то персик. Могу ошибаться, но это мои ощущения. И он вот какой-то такой, знаете, не тягучий именно версия Intense. Он более сухой. По-моему, здесь даже в описании есть песок. Я не знаю, как песок должен звучать в аромате, но что-то в этом есть. То есть он не такой вот, он не отдает сыростью, какой-то влажностью. Он вот такой очень хороший именно на холодное время года. Аромат, который мне как-то понравился в Beauty Free, это марка Killian. И потом моя зрительница мне напомнила об этом бренде. Она спросила меня, Оль, а что ты думаешь, почему у тебя ничего нет? Тебе ничего не нравится? И я отыскала фотографию в своем телефоне. Я часто фотографирую то, что мне нравится. Отправилась в магазин, чтобы обновить свою память. Я была тогда с двумя детьми. Они у меня попросили купить мороженое. Небольшая такая предыстория. Вот я говорю, садитесь на лавочке прямо у входа в этот парфюмерный магазин. Я говорю, я буду на вас смотреть, я тут посушу аромат. Только прошу вас, не заходите с этим мороженым. Хорошо. Прошло 2 минуты, пока я отыскала нужный флакончик. Подошла ко мне еще консультант. Мы начали с ней беседовать. Очень приятный аромат. Он мне очень понравился. Но в тот день я не собиралась его покупать. Потому что мне всегда нужно нанести его на себя, подумать. Еще раз взвесить все за и против. Потому что это не единственный аромат, который есть в моей коллекции. И я не люблю все это складировать. И потом бежит Игнат с этим мороженым. Мама, что-то там жалуется на Захара. Падает и выливает вот это растаявшее мороженое на стенд. То есть все заляпано там, пол. Я стою с каменным лицом, миллион извинений. Взяла тряпку, все это повытирала. Мне было настолько неудобно, что я купила этот аромат. Вышла такая злая. Вот я не получила того кайфа от обновки, которую ты очень сильно хочешь. И я даже первые дни не распаковывала его. Здесь очень длинное название. Я буду говорить просто Adults. Этот аромат ассоциируется у меня с чем-то новым. С чем-то чистым, конкретным, качественным, люксовым. Знаете, вот не могу сказать, что он чисто женский или чисто мужской. Им может пользоваться, я даже не знаю, это мужской или женский. Мне кажется, что он вполне себе унисекс. Здесь есть и древесные нотки, но мужчиной он точно вот таким дровосеком не пахнет. Здесь и экзотическая какая-то фруктовая нотка. По-моему, что-то от инжира. Поэтому я настолько балдею от него. Даже вот иногда в дорогих бутиковых отелях есть похожие отдушки. Ты не можешь сказать, что это. И это вот, знаете, аромат какого-то такого влечения очень конкретного. То есть не случайные связи. Это не так, что вот сегодня мне нравится кислое, завтра сладкое. Я не знаю, какого у меня будет настроения. Нет, это вот как двое взрослых людей в одной постели. Они знают, почему они там находятся. И между ними вот эта страсть. Для меня это все в вот этом флаконе. Причем вот мне кажется, что черный цвет и вот эти золотые буквы и красная надпись четкая, которая выделяется, говорит о том, что этот аромат для таких конкретных людей. И сначала я его нанесла, мне показалось, что он нестойкий. Что я очень быстро перестаю его ощущать. Он немного сладкий, но вот здесь какой-то такой хороший баланс сладкого и чуть свежефруктового. Но это не так, что вы будете пахнуть свежим персиком, и вы будете ассоциироваться с нежными ландышами или еще с чем-то. Нет. Это вот не похожий на другие. Вот так мне хочется сказать. Это как, знаете, купить себе первую люксовую сумку. Вот этот аромат, это тоже что-то вот такое вау. В моей коллекции я помню, что мне нравился Байредо так сильно. Я помню, что мне очень нравился Арманико. Но Арманико, вот это вот такая взрослая состоявшаяся женщина. Вот она даже сама по себе настолько шикарная, что ей даже не нужен мужчина, грубо говоря. Да, у нее все и так хорошо, она сама по себе вот такая самодостаточная. А это вот прям и мужчина, и женщина во флаконе. Это очень круто. Это, я еще раз повторю, что это самый сексуальный аромат. Если хотите что-то, что будет нравиться вам и вашему мужчине, то присмотритесь. Потому что вот этот аромат вызывает комплименты. И мой Тома говорит, что да, он работает немножко как афродизиак. Попробуйте. Есть маленькие версии этого парфюма. И вот что самое интересное, когда я перестаю его ощущать, там, допустим, снимаю свитер или какой-то шарф. И через три дня, допустим, надеваю его или просто прохожу мимо. Я понимаю, что из шкафа у меня даже пахнет этим ароматом. То есть я просто на коже его не ощущаю. Он меня не душит. Он не будет согревать. Это вот просто, знаете, как поляки говорят хемия. Между мужчиной и женщиной. Это вот что-то, что искра пролетает. Ты понимаешь, что это оно. Вот у меня так с этим ароматом случилось. И даже чувствуешь себя совершенно по-другому, когда им пользуешься. Хочется надеть какие-то лодочки, что-то скромное на себя. И вот этот аромат становится фишкой. И тебе уже не нужно краситься. Тебе не нужно делать какую-то сумасшедшую укладку для того, чтобы привлекать внимание. И так этот аромат цепляет. Вот. Кто хотел узнать, что я думаю о марке Killian. В принципе, мне понравился еще один. Но начала знакомство с этого. И он шикарен. Я обещала, что в этом году будет много новогодних конкурсов. И помимо того, что я уже показала вам из декабрьской коробочки Look Fantastic. Именно из косметики. От себя лично я хотела бы добавить несколько своих фаворитов. Это гидрофирное масло от люксового бренда Shu Uemura. Очень классное. Хочу, чтобы одна из вас также его оценила. И еще специально для этого конкурса я заказала увлажняющую сыворотку от профессионального бренда SkinCuticals. Она с гиалуроновой кислотой. Которую можно использовать всем и каждому в любом возрасте. Это не отшелушивание. Это увлажнение. И витамины В5, которые хорошо успокаивают, увлажняют, восстанавливают кожу. Я думаю, что эта сыворотка без проблем хорошо впишется в любую уходовую рутина. И также специально для этого конкурса я подготовила вот такую праздничную коробочку. Здесь находится сюрприз. Скажу, что это элемент бижутерии. И да, пусть удача улыбнется кому-то из вас. И вот такой подарок, сюрприз отправится под елку в любую часть мира. Потому что у меня нет каких-то ограничений. Условия очень простые. Я, как всегда, все подробности участия оставлю в инфобоксе. И чтобы все было по-честному, достаточно оставить один комментарий любого содержания. И победитель выбирается случайным образом. Вот такие дела. Я была очень рада повидаться с вами. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.